Путешествие на край мира Под эти звуки Париж просыпался, работал и жил Шумела площадь перед средневековым храмом Когда-то он вмещал все население города, 10 тысяч человек Сегодня даже туристы по очереди заходят Сразу после главного аттракциона – кормления птиц Удивительное ощущение Воробьи плюс собора Парижской Богоматери абсолютно не пустые Музыка, застывшая в камне Нотр-Дам де Пари Географический центр Парижа Здесь все дороги Франции начала берут Отсюда и его дорога в степь неизведанную началась Глава первая Монах под прикрытием Превосходительнейшему государю Людовику Славному королю Франков Брат Вильгельм де Рубрук Наименьший в ордене братьев-миноритов Шлет привет Он отправится в землю чужих народов Испытает во всем хорошее и дурное Он был готов к испытаниям Фламандец Рубрук Возраст около 40, железное здоровье и необыкновенная выносливость По некоторым данным, этот монах-францисканец даже зимой босиком ходил Соблюдал строгие правила своего ордена Зимой я бы, конечно, не рискнула Сейчас осень, поэтому попробуем А еще он был наблюдателен, умен И легко завоевывал чужое доверие По-моему, это отличные характеристики Для покорителя суровой степи К тому же он был отличным дипломатом Ну, попробуем Вообще, конечно, удивительно Как ему удалось пройти босиком Такое количество пути Почему он был туда отправлен? Потому что у него была там миссия Он должен был создать военный альянс Между Францией и монгольским ханством Это была уже не первая попытка Несколькими годами ранее договариваться об альянсе Король отправил монаха Андре де Ланжумо Но ему объяснили Никакого равноправного союза И если ты посол Франции То, значит, приехал заключить мир Признать подданство И обязуешься платить дань великому хану К тому времени действительно Монгольская власть Она утвердилась достаточно прочно Вот, вернее, стала утверждаться Достаточно прочно Тем более еще завоевательные походы продолжались И, безусловно, монгольский двор Не мог ему ответить никак Кроме того, как сказать, что вот Если не подчинитесь, то покорим И все равно попыток наладить сотрудничество с азиатами Король Франции не оставлял В Европе верили, что там, на краю мира Находится загадочное царство пресвитера Иоанна И что среди кочевников вообще много христиан Новую экспедицию готовили почти год И легендой совершенно другой наделили Он себя не называл послом Но все-таки он был посланник французского короля Исключительно посланник веры В дальнейшем на всех приемах Рубрук по совету Людовика Подчеркивал именно этот факт Экспедицию снабдили необходимым Письмо короля с просьбой разрешить Миссионерскую деятельность Церковная утварь и книги Из которых особо ценные Библия, подаренная французским монархом И священное писание, переданное королевой Потому что они слышали, что якобы сын Батухана Сартак Он христианин И вот они, значит, ехали сюда На предмет какого-то разговора Согласно записям современников В частности, Папа Иннокентия IV Внук Чингисхана Сартак Действительно был христианином А значит и возможным союзником В новых крестовых походах Информации как географического Так и конфиденциального характера Путешественника снабдил брат Лунджумо В частности, рассказал о восьми сотнях походных часовен Которые якобы следуют заставкой хана И всю эту рубруку предстояло проверить Не привлекая к своей особе особого внимания Вы сказали мне, когда я удалялся от вас Чтобы я описал вам все, что увижу И даже внушили, чтобы я не боялся Писать вам длинных посланий Я делаю то, что вы припоручили Правда, делаю со страхом и почтением Так как у меня не хватает соответствующих слов Которые я должен был написать Вашему столь славному величеству Глава вторая Погружение в среду В начале лета 1253 года Караван миссионеров из пяти человек И нескольких повозок Отправился в неизвестность Целью Геома Рубрука Было, с одной стороны, разведывание пути Из Палестины через Черное море, Крым И территорию, собственно, современного Казахстана До Каракарума, ставки монгольских ханов По собственному признанию Он словно в другой мир попал Но знакомиться с ним совсем не боялся За исключением вечера Когда после двухмесячной дороги Прибыл в ставку к Сартаку Служитель, который провожал нас Дал нам выпить кумысу При первом глотке я весь облился потом Вследствие страха и новизны Потому что никогда не пил его Однако он показался мне очень вкусным Как это и есть на самом деле Этот степной напиток В записках французского посланника Из главы в главу кочуют Он при питье щиплет язык Так же, как вино с прибавкой свежего винограда А когда человек перестает пить Оставляет на языке вкус миндального молока И доставляет много приятности Внутренностям человека Кстати, именно Рубрук Впервые описал технологию Производства кумыса И его лечебные свойства Очень интересны Ценные записи Иногда кажется, что Это вчера написано Вот как он действительно Он наслаждает кумыс И объясняет рецепт Как вы сказали Это как бы доказательство Что эти вещи не меняются Монах, переиначивая на свой лад Слово кумыс Называет его космос И уверяет Он так же гармоничен Как и сама Вселенная Полюбился на всю жизнь Гийому Рубруку Полюбилось кобылье молоко Кумыс Который действительно Он описывает очень подробно И при этом Не скрывает своего Личностного отношения К этому благородному напитку Именно полюбившийся ему кумыс Сыграл в экспедиции Роковую роль Но об этом позже Пока Рубрук, так сказать Знакомится с фронтом Предстоящих работ Познает все тонкости Повседневного быта Кочевников Рубрук описывает Внутреннее убранство юрты Как она устроена Есть даже такие подробности Связанные с тем Чтобы Вот, например Для того, чтобы показать Как, насколько Юрта была Кому она принадлежала В данном случае Тому или иному аристократу То юрта, как правило Должна была сверкать И для того, чтобы Эта юрта сверкала Ее посыпали Из Измельченной Кости животных О домах, нарядах женщин Пище, идолах О судопроизводстве Охоте, смерти Городах, встреченных на пути Он пишет обо всем Подробно и обстоятельно Его пребывание там связано С несколькими аспектами Первый аспект Это богатство региона Которое было в 13 веке Животноводство Сельхозпродукция И очень много Ремесленников было Рубрук пытался представить Как работал Единый механизм Кочевой империи Каковы его реальные возможности Геополитические желания И даже коммерческие тайны Торговые пути Интересовали европейцев И вот эти миссионеры Которые крутились Вокруг Чингисхана Вокруг уйгурских правителей Узбекских Они прежде всего Интересовались только торговлей Что самое поразительное Главные особенности Общественного уклада кочевников Эмиссар французского монарха Разглядел и понял Не владея восточными языками Глава 3 Неудачная удача Громадная фигура монаха И юрта На их фоне Туристы фотографируются Французская деревня Где родился путешественник Названа его именем Рубрук После него Вот просто Действительно Очень много людей Ну Просто Просто Захотелось посмотреть Эту край Ну читая Все читали Это рукописи И эти Рассказы Передавалось С поколения На поколение 53 главы Средневекового бестселлера О тайнах Великой степи Переписывались И издавались Неоднократно Впервые В 1589 году Строки Подарившие Немало открытий Благодаря Французскому путешественнику Разрешился Спорный вопрос Нескольких столетий Каспийское море Доказал Рубрук Материковый водоем И не имеет Выхода в океан Археологи Благодарны Монаху За описание Исчезнувших городов Например Карлукской столицы Большой город По имени Кайлак В котором был базар И его посещали Многие купцы В нем мы отдыхали 12 дней Земля Эта прежде Называлась Органум И жители ее Имели собственный язык И собственные письмена Этими письменами И на этом языке Несториане Несториане Прежде даже Справляли службу И писали книги И может быть Отсюда ведут Название органы Так как там были Как мне говорили Наилучшие гитаристы Или органисты Была церковь Возле Кайлыка Города На территории Семеречья По пути Волагу Там Гирьон Брубрук Зашел в церковь Пишет об этом В своих записках Помолился Деве Марии Даже когда Это было 17 ноября Так что Было Развито Здесь Распространены Не только Ислам Ислам Пришел Здесь Восьмой Восьмом веке А до этого Центр религиозного Согласия 13 века Кайлак Город знати Сарайчик Купеческие колонии Якиагуза Путеводители Рубрука Превосходят Все написанное До него По наблюдательности И обилию фактов Фламандцу В отличие от Предшественников Повезло Он собственными Глазами Наблюдал Строительный Бум в степи Златардынские Города Возникли Не в результате Длительного Развития А именно В очень короткие Сроки Возникли Они по указу Ханов То есть В какой-то Момент Стало Практически Сразу Когда возникла Золотая Орда Стало ясно Что нужны Какие-то Центры управления Потому что Государство Можно завоевать Сидя на коне Но управлять Сидя на коне Нельзя Эта сила Могла стать Союзницей В крестовых Походах Но Рубрук Договориться Не смог Никто из ханов Планами Людовика Не заинтересовался Сартак Когда его Разыскал Вильям Рубрук Сказал Я не могу С тобой говорить Ты должен Сперва Поговорить С отцом То есть С Батуханом И тогда Ему пришлось Ехать туда В сарай Бату Поговорить С Батуханом Батухан В свою очередь Говорит Я не Хан Монгольский Вам нужно Ехать В Каракару Только Тогда Я смогу С вами Вести Какие-то Разговоры Поиски Христианского Хана Иоанна Тоже Завершились Плачевно Рубрук Пришел К выводу Что им Скорее всего Был Недавно Умерший Глава Племени Найманов Обращению В католицизм Помешал Как ни странно Кумыс Дело в том Что Нестариане Христианская Религия Известная Кочевникам Питье Кумыса Считали Грехом И Рубрук Даже Личным Примером Не смог Их Переубедить Что для Католиков Это значение Не имеет Пришел К нам Некий Сарацин Во время Разговора Которого С нами Мы Начали Излагать Веру Слыша Что Омовение Грехов Заключается В крещении Он Заявил О своем Желании Креститься Когда Мы Стали Приготовиться Он Неожиданно Сел На Свою Лошадь Говоря Что Посоветуется Со Своей Женой На Следующий День Он Сказал Что Никоим Образом Не Дерзает Принять Крещение Так Как Тогда Не Сможет Пить Кумысу А Без Этого Напитка Он Не Может Жить В Этой Пустыне Небольшой Итог Путешествие На Край Мира Состоялось Разведывательная Операция Тоже Религиозная И дипломатическая Миссия Увы И самое главное Он Навсегда Стал Неотъемлемой Частью Степной Истории Мало Того Я все Нарисовал Бы Вам Если Умел Бы Рисовать Фламандец Гийом Вильгельм Де Рубрук Редактор субтитров Корректор А.Егорова